привет друзья наконец я сделала это вкуснейшее блюдо многие хозяйки делают грибную икру после похода в лес осень наступила 2023 года уже конец сентября но тем не менее у нас на крайнем севере еще до сих пор растут грибы теплая осень дает возможность сходить еще раз перед зимними холодами перед наступлением зимы в лес и насладиться теплой осенью красивыми колоритными пейзажами и сбором грибов давно у меня не доходили руки до грибной икры потому что это дело на самом деле хлопотливая времени занимает достаточно много но тем не менее тем не менее сейчас самое время сделать грибную икру грибы принесли домой помыли почистили и складываем в кастрюлю чтобы отварить в процессе варки образуется пена пену мы убираем и варим где-то минут двадцать все грибы которые у вас есть для грибной икры желательно брать очень маленькие твердые экземпляры очень хорошо для грибной икры подходят плодоножки добавляя при этом шляпки маленьких экземпляров грибов воду при этом можно немножечко подсолить много не солю так слегка присаливаю одну чайную ложку на весь объем воды после того как всю пену брали доводим до кипения и провариваем минут двадцать или тридцать в зависимости от количества и объема грибов пока грибы варятся я подготовила морковь лук и помидоры да этот рецепт будет с помидорами можно сделать томатной пастой можно делать без томатной пасты сегодня буду делать этот рецепт с помидорами грибы сварились откидываем их на дуршлаг и я их немножечко отожму ставлю под пресс пускай лишняя влага выйдет чтобы потом меньше вываривать лишняя влага выходит в это время я делаю зажарку беру кастрюлю с высокими бортами и такая должна быть толстостенная в ней удобно будет готовить наливаю растительное масло и выкладываю заранее заготовленный лук обжариваю минуты две этого будет достаточно затем добавляем морковку который тоже заранее подготовили и все это вместе еще им пережариваем минуты две-три этого будет вполне достаточно затем все то что мы заготовили мы будем перекручивать в мясорубке перекручиваю пережаренный лук с морковкой затем свежие помидоры нарезаю дольками и тоже перекручиваю в этой же мясорубке и сразу же те грибы которые мы с вами сейчас отваривали они уже достаточно стекли жидкости не так много и их тоже сразу же я перекручиваю мясорубке сейчас я немножечко припущу помидорки к немножко выпариться лишняя влага и сюда же я буду добавлять прокрученные через мясорубку лук перекручены с морковкой сюда же добавляю грибы все хорошенько перемешиваю сюда же добавляю соль одну столовую ложку и немного перца в этот раз я возьму обыкновенный черный перец это одну чайную ложечку все это еще раз хорошенько перемешала закрываю крышкой и тушу на медленном огне примерно где-то один час постепенно перемешиваю за 20 минут до готовности я положу еще 4 зубчика чеснока все это хорошенько опять перемешаю и пусть доваривается на слабом огне еще 20 минут в самом конце добавляем уксуса кто-то не хочет добавлять тот пусть не добавляет я почитаю добавить 2 столовые ложки уксуса 9 процентного все это еще раз перемешать и одну минутку пускай еще потомится накрыть крышечкой пускай еще минутку постоит когда все будет готово то раскладываю в баночки которые заранее простерилизовала и крышечки тоже заранее стерилизуем все это закрываем и укутываем до остывания храню баночки в прохладном месте но долго они не застаиваются и съедаются очень быстро потому что икра грибна это очень вкусно лакомство которое можно намазывать на бутерброды или использовать в качестве начинки в пирожки или вареники или блинчики с икоркой грибной то есть куда угодно можно использовать эту грибную икру на самом деле это очень и очень удобная заготовочка буду очень рада если вам понравился этот рецепт на этом я заканчиваю свое видео всем удачи всем пока